Подозреваю, что какой-нибудь Scowr of Mag может в соло линию пойти. В качестве суппорта можем понаблюдать кентавром. То есть, что типа Fasseless Voice сложная, Scowr of Mag... ...суппорты, плативы фарм. Или нет? И Медуза, Last Pick, Майнценти. Ну что ж, интересно. Очень даже интересно. Ребята с героями определились. А мы с вами будем определяться сейчас. Кто с кем играет, с чем, почему и так далее. Так. Вижу, в этой ИЦ-3 сел на Лайд Соломи. Или как? Или может быть я очень долго не видел игр команды BBC. Что более вероятно, может быть какие-то тут ротации в составе произошли. Поменялись линии. Продолжение следует... Так, ну и что по линиям тут получается? Найкс идет... Точнее, Войт идет у нас на линию легкую. С закупом как к Майнкерри. Сковр of Mag у нас будет все-таки суппортить. Да, это Найкс Мид. Найкс Мид при суппортинге Энштопаришна. Такое вот очень интересное сочетание будет. Не самое дефолтное, понятное дело. Но от аппарата здесь будет только требоваться то, чтобы отпугать... Отпугивать постоянно мидера противника. Ну, я не знаю, как он это будет делать. То есть, или чилингтачем давать дэмэдж с руки. Либо раскидывать айс вортексы, чтобы просто замедлять. Либо колдфитами просто затычковывать. Мне очень-то понятно. Но задача будет номер один. Конечно же, предоставить фрифарм для Найкса. Вообще там, конечно, Дэспрофит, понятное дело, будет ставить ребят из Майнсэнти. Очевидно, что Дэспрофит здесь будет вообще в шоколаде ставить против Найкса. И против вообще любого именишника. Это одно удовольствие для Дэспрофита. Я думаю, если Милан у нас не подрастеряется, то линия должна быть выиграна в Сова. На лёгкую линию отправляет Тайтхантер в Соло. Будет ставить против Кентавра. И Тайтхантеру здесь тоже должно быть весьма комфортно. Там с помощью Анча Смеша, Кракеншелла можно спокойненько стоять на линии. Особо не страдать. Ну а трибав сложные ребята из Майнсэнти. С фармящей Медузы. Это вот очень-очень интересно. Если вы помните, что сделали с Медузой. Если вы не помните, я вам напомню. В общем-то, ей ускорили Миссик Снэйк. Теперь она быстрее отлетает. Вот Крипак противника, как противника Крипу. Но вообще быстрее Змейка двигается в сторону урона. В обратную сторону, конечно, немножечко помедленнее. Но самое важное, конечно же, это дать урон. Ну и вот периодически теперь команда эту Медузу берут. Берут и... Ну, показывает себя она весьма неплохо. Видел я карточки с участием ребят из Virtus.pro. Там, как или Дан на Медузе две карты подряд выигрывал. То собрал себе необходимые артефакты. Да, герой, конечно, поначалу очень-очень немобильный. Герой, который требует, скажем, такого спейс-креэйшена первые минут 20-25 своей команды, чтобы там те просто подсупортили и дали ей возможность фармить. Но потом Змейдуза, конечно, выдает. Выдает все, что она должна выдать. И стоять она будет против Кентавра. Так, у нас здесь воплиниями. Боид пошел на сложную вместе с Ковров-магом. Интересно. Не стали Кентавра ставить соло против Тайдхантера. Решили, что нужно Тайдхантера гонять. Это, в принципе, правильно. Солитю тут уже этим занимается. Раскидывает аркан болты. И хаки в это время пытаются подбивать крипочку. Ну, получается так себе. Только теперь у нас чуть-чуть Леви не погиб. Наташа до конца-то сапожком. Иди сюда, Леви тачкует. Еще тачкует. А Леви, ты можешь ошибиться здесь, потому что у него нет сапога. Идет до конца, Наташа, с вами Ферст Бладом Айнсэнити. Не отпускай таких, ты ченцая последняя. И ты ченца была очень серьезная. Получилось и 1-0 в пользу Айнсэнити, Наташа. Что творит она? Ну, просто берет в соло, забирает фраг. Красиво, красиво. Получается круто. Ну, возвращается аппарат моментально на смидлейн. Точнее, челинг-тач на первом уровне был вкачан. Что, в принципе, дает на какое-то количество ударов Найксу возможность залалтить из крипочков. Ну, понятное дело, что особо часто этот челинг-тач не провязываешь. Все из-за того, что слишком большой монокост только способности. Ну, 3 раза можно. Ну, 4, окей, с учетом респауна маны. Ну, убивать, по факту, Death Profit тоже будет очень сложно. Да, окей, конечно же, будут опенбанцы. Будет еще одно замедленное. Кого-то дайрекста на нету. А как мы знаем, Death Profit, ты ладжи, что он такой мобильный персонаж. И сможет уходить из-под всяких опенбанцов. В любом случае, от таких жестких плюх от Найкс он точно будет уходить. Там уже хп хватит, если что пережить. Сказать, мы видим, Наташа тут подтягивается. Хоть еще и в спину хочет дойти у нас товарищ Лизард. Так, на Леви. Фессора пошла. Леви, Челикстач, разворотит Наташу. Погибает у нас. Значит, это Париж. И пытается у нас в 33 сделать фраг. У него получается это сделать. Что-то на развороте берется в Милана. Рейджирует. Милан не теряется. Еще ту тычку. Игрим с форум задумает. Это фраг. Дабл хилл по Милану. И опять очередной размен в пользу ребят из Майнсейнса. Да. Я не говорил до последнего времени о том, что, возможно, перемудрили с ластпиком BBC. Вот Майкс. Соло лейн это вариант, конечно, интересный. Но пока себя не оправдывающий вообще никак. Ну просто я и потом сомневаюсь, что Найкс что-то сможет сделать. Опять же, это очередной милишник. Очередной милишник, которого неплохо съедает экзорцизм. С которым неплохо общается у нас Медуза и Тайтхантер с Вами Майнсейнса. Просто... Просто-просто Найкс, просто которого будут щемить очень жестко. Да, в каких-то ситуациях Найкс, конечно, заходит просто замечательно. Но кажется мне, что не в этой карте. Почему-то. Вообще-то у них пик такой. То есть три кор-героя, а не все три милишника. Как бороться против Медузы, Дэс Профит и Айтайтхантера, не с кем понятно. Так, ну тут теорию зажимают на спадрине, начинают пробивать с руки. Ну и Кентавр достаточно плотный персонаж, так просто его не заберешь. Блин, нужно делать! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! А почему Лиза? Я понял, почему. Я думал, он сделает с АТП, у него хотя бы... Поэтому такие не боятся. Ну и фрагм, Дэс Профит все-таки делают. Сомневался я, в наличии дизейбл от этой таблы. А все-таки дизейбл есть, да? Это бешеное замедление, то есть полфит. То есть приморозка, по сути, делала стопроцентная путь. Пошел инжет смеш. Солитюда не забрали, 200 хп осталось. Ну и хаки тоже упрыгивает. Такие себе размены по хп происходят. Не очень-то важный. Не очень-то фатальный для этих игроков. Впереди. Но это ничего не значит. Ровным читом ничего. Важно, очень важно. Ченый Базилиус, сапог еще потихонечку тавр напрягает. Мы видим, что кентавр достойного сопротивления оказать не может. Падриня стоит. Без хп. Вот к себе несет сейчас колечко. Готовы будет... Готовы трактные бутсы. Но опять же с этими бутсами еще нужно как-то подрегенить себя. Только потом выходить на линию. Тяжело. Тяжело стоять против этой Медузы. Тем более, если только он подойдет, сразу получит еще парочку Мистик Снэйков третьего уровня. Плюс Stone Grace появляется уже у Смаши с Бинара. Ну, то есть у Медузы действительно все очень круто. Нужно гангать. Но вот проблема пика команды BBC, что гангать здесь пока некому. Вот просто некому. Ха! Нужно так, хоть какой-то уровень тоже хороший был. Потом можно что-то придумывать. А пока мы понимаем, что здесь паришный такой себе гангер. Найкс тоже такой себе гангер. Воид без шестого уровня это вообще не гангер. Ну и Скавров маг там что-то может сделать. Но одному будет тяжеловато. В этом плане пик у команды Майнсэнс мне нравится больше. То есть они могут и на линиях постоять пофармить. И в принципе будут абсолютно правы в этом действии. Плюс ко всему у них еще достаточно активные суппорты, обладающие двумя Даррик Станами. То есть это неплохое сочетание для того, чтобы просто-напросто бегать. Подходить к линиям, перемещаться, как-то создавать какую-то экшен. Хотя бы иллюзию экшена тоже бывает полезно. Так, на топ у нас ТП. Приходит Кентавр, Стампит, пытается забрать у нас Гелезина. И... Энтисмэшу, конечно, дал, но не ожидал такой прыть из стороны противника. И был наказан по 20 в Милана. Сразу же идет ТП-аут. Колдфит. И заморозиться не успел. У нас Диспрофит. Причем ТП-шку сделал на свой Т1 Тауэр. Нормальный такой мух. Очень четко. Ну мы понимаем, да? На полсекунды бы позже нажал ТП. И приморозил. ТП-шку сбили, ее бы забрали тоже. Ну пока вроде неплохо. ТП-шку сбили. Нет, фарм продолжается. Ну, опять же. Фармит Медуза. И с этой проблемой, видимо, Би-Би-Си пока не хотят сталкиваться. Ну и придется рано. Не просто для проблемы столкнуться. Тут, видимо, Смаш решил себе нафармить пока Мэджик Ванды. То есть такие промежуточные артефакты подсобирать. Аквилку себе прикупил тоже. Ну вы знаете, с таким фармом, то есть уже 7 минут практически без проблем стоит на линии, можно было и приобрести себе Медас. Почему бы и нет? Если ты рассчитываешь в лейте побеждать, в принципе, ребята из Майнсэн с таким пиком в лейте будут спокойно перебрать оппонента, то Медас это то самое решение, что нужно было сделать. Тут достаточно быстрый Мом появляется у Хаки. Мы не забываем, что и Войт тоже вроде как фармит. У него 35 на 10. Имеется один фраг. Хроносверку не имеет, но с домом уже есть. А это значит, что хроносверка появится совсем скоро, и сразу же можно будет делать какой-то фраг. Так, вот попытка атаковать Медузу. Медузу, yes. Идем подконтроливать все это дело. Обезопасил Медузу. Ну и можно, опять же, возобновлять свой фарм. Можно еще при этом Гитабра погонять. Гитабра, кстати, есть опять же стабиль. Так, ДП ходит, собирает руны. Контролируем еще Майнсэнт и генерация на топлэйне. Давать противнику нельзя. Наташа отпидывается касками. Медузу забирает. Все четко так, вот Дэс Профит могут большие проблемы. Есть Энжен Сил, Балкон Вирс, В-33, Опон Бонзи под Рейджом забирает фраг. Опять же, есть ДП, есть даже теперь и фиссура от ЕС, но Рейдж, но Рейдж, и поэтому Найкс фраг сделал и спокойненько убежал. Ну и Дэс Профит сливает уже, получается, дважды. За достаточно небольшой промежуток времени. Денег зарабатывают. Опять же, главное, что эти фраги делает Найкс. У меня 2-1-1. В Изи Драма Фейджеранс, Медлейна, неплохо. Очень даже неплохо. Смотрим по Нетфорсу. Даже превосходит, видим, Медузу. Это аргумент. Ну, опять же, небольшой промежуток времени. Мы при этом видим еще и достаточно хиленьких суппортов, да. Тут у нас мечток, кстати, неплохо нафармил. 1700 монет у него есть. В целом, как будто как 2 суппорта противника вместе взято. Да норм. Здесь вот лоу-хпшный кентавр. Конечно, как-то хочется его подловить, но каски нужно сделать и кинуть так, чтобы они хотя бы второй раз ударились от кентавра. Вот сейчас пойдет новая пачка крипов. Падрини не видит атаку от Вич Доктора. Вижена здесь нет. И, в принципе, можно, можно атаковать. Ну, 700 хп, конечно, неприятная цифра, прямо скажем. Кентавр не самый... Не самая лучшая цель для атаки в середине хроносфера ставится на Гризина. И Хаки что у нас хотел сделать? Он хотел убить Тайтхантера в соло. Так, это очень интересное заявление. Гризин сказал окей. Даже еще и парочку аркан болтов пережил. Но Войда не почувствовал. Судя по всему, ждали хорошего вам Айс Балл Таут Лейбену и Леви Промазка. Бывает такое тоже. Так, Милан, Фэйзи 0, Талисман Боттл, 3, 2, 1. Здесь у нас В-33, Фэйзи, Драма Файн Джонс. Чекунт. Ну, знаете, несмотря на то, что 7 фрагов сделали обе команды, все равно игра как-то профессионоватая. Как-то вот я рассчитывал, что раз хроносферка появляется, значит, там какой-то замес 5-5-5-5-5-5. То же самое с Тайтхантером всего ревейджем. Но пока мы видим нескольких изменов. Сиренит пошли атаковать Медузу. Медуза, включается ультимейт. Пошли каски очень удачные. Айс Баса испытает баста, а Медуза вылетает неплохо. И приходит наставарить грязин. Но, но, В-33 у нас мастер микроконтроля прячется в инфест и не чувствует олд ревейдж. Пошел Мистик Снэйк. Пытается кого-то догнать. Приходится там Милан, киссура неплохая. И В-33 нужно сдувать. Отлично, опять же ревейдж от В-33. Как же много всего он переживает. Но Е-10 идет до конца. Тау встречает. Да, вы знаете, за такой хороший заход в исполнении Майн Синти они забрали всего лишь одного суппорта. Они потратили и ревейдж, и стонгейс в исполнении Медузы, и физворки были, и все было. Экзорцизм был. А вот Найк с каким-то чудом, конечно, живых остался. Это круто. Очередные Айс Бласты залетают на нижнюю линию. Пока не очень получается у Леви. На мой счет, уже три Айс Бласта практически кинули никуда. Я благодарен тебе. Но это мы будем считать пока прицеливается. Пристреливается. Поправочку на ветер делает там. Далее. И потом будет Айс Бласта шикарно, если бы тебя убили. Ну что, у нас счет пока ровный. Т1 тавр потеряли BBC. Но при этом не потеряли Найкс, это лучше. Пытался атаковать у нас на теренем Найкс с Profit. Но и ЕС все это дело законтрил. Так, у нас какие-то потери. Мы теряем игроков. Вообще сегодня я слышал, что были небольшие трудности, скажем, у некоторых команд с играми. Потому что то сервера от Стима падали, то ДОС опять же. В общем-то, не хотелось бы. Не хотелось бы, чтобы сегодня нас вот как-то помешали. Наши трансляции. Ребята, спрашиваю, что по поводу игры TeamCost и Compass Gaming. Эта игра идет параллельно, ребята. Вы можете посмотреть ее либо на каком-то англоязычном... Англоязычной трансляции. То есть от Beyoncé Summit. Потому что русскоязычной трансляции нет. Ну, у меня было два выбора. То есть, либо смотреть этот матч, который мы с вами смотрим, BBC против MindSaint. Либо Compass против команды TeamCost. Ну, я так подумал, что BBC будет круче. Тем более, что потом победитель этой пары играет против ребят из Lions. То есть, у нас какая-то будет цепочка более-менее. А не какие-то отрывистые игры каких-то команд. Ну, если кому хочется смотреть параллельную встречу, смотрите ее. Опять же, вот игра идет. Они только-только стартанули. Первая карта там. Может быть, мы с вами успеем посмотреть часть того матча. Если успеем это быстро прокомментировать. В общем, будем потихонечку как-то там посматривать, просматривать. Я, может быть, это запущу у себя на экранчике дополнительную трансляцию. И буду вам сообщать, что там происходит, если интересно. В любом случае, здесь мы будем смотреть за топ-соло-РММ за тротами и командой MindSaint. Мне кажется, здесь будет круче. Я вижу, людям понравился мув в исполнении V33, как он с под реваджа ушел в МПС. Было круто, согласен. Было было очень круто. Ну и рейджи по таймингу от Крипсформа. Это хоть и не хайлевел доту, да, но тем не менее тоже красиво выглядело. Вообще, можно было не доходить, не такой хайлайт, нарезать с его мува. Вообще, мне кажется, если посмотреть. Я не знаю, смотрите или не смотрите, но периодически V33 соло-стримчики, и VPS-стримчики запиливает. И как он там катает на топ-рейсингах, это, конечно, просто забей. Настолько потные ребятки против него играют. Так хотят его убить. Так хотят у него ПТСов забрать. Не всегда получается, конечно. Особенно, когда V33 забирает какую-то мипошку себе. И овнит все на свете. Вот последите, последите. Я не помню, там, по-моему, тысяча точка ТВ, слышь, V33, Ха, как-то так пишется. И по Дрине тоже надо постримливать, но его там меньше смотрят. Но вот, но и за этими ребятами просто интересно катать. И они показывают какую-то next-level доту. Так, ну что, мы там будем возвращаться или не будем? Писали go. Да, мы-то готовы, но просто у нас test profit нету. Хотя, я думаю, 4 на 5 можно. Why not, нам все равно. Я могу вам скинуть ссылочку, чтобы посмотрели, в каком месте по топу находятся ребята из BBC. Ну и мы тут в начале трансляции смотрели. Там 3 игрока с текущего состава BBC сейчас находятся в топе. Топ-1, топ-7 и топ-17, по-моему, если я не ошибаюсь. Леви и Хаки, они где-то за пределами топ-200. Не задрот. Остальные задрот. Ну что, наджимают паузу, test profit свернулось. Продолжаем смотреть. Так, что у нас тут сковоров мага улетит. А, это курьер мимо сковоров мага летел. И с Элитью-то успевает делать только одну тычку. В общем-то, под ускорением находился этот курьерчик. Весьма успешно. Для Змаши из Бунара. И этот, хотя Змаши из Бунара сейчас фармит достаточно неплохо. Персверент споттеринг, фокфила Мэджик Вонт. И, конечно же, выходит из полдавка стихов на легендсферу. Меняли Медузу несколько раз. Единственное осталось неизмененным. Это то, что нужно покупать легендсферу для Медузы. В любом случае, при любых раскладах, при любых айтембилдах и при любых каких-то действиях от этой самой Медузы. Потому что легендсфера, такое ощущение, что прям придумано под этого героя. То же самое, что армлет, например, для Найкса, да? То есть, лучше не найдешь, прислаживаешь, кому этот армлет пригодится. Кстати, много предметов. Пример, Мом, это лучший артефакт для Фейслес Воида. Вот вы героя просто не найдете лучше, чем собрать. На Воиде, это Момчик. Так, ну что? Продолжаем смотреть. Давайте, так, стампит. Хорошо, в Медлене. Айс-класс, неужели попадет? Попадай, товарищ Леви. Нужно забирать фраг. Это фраг в исполнении Леви. Пытается Левиочку забрать в 33-го. Есть тревожит разточный. Фиссур сразу все в 33-го саживают. И забирает таки его. Размянет ЗМ-1, но приходят Хаки. Куполочек ставить не решился. Побоялся чего? Побоялся всяких касок. Побоялся того, что даст фиговый купол. Поэтому решил, что лучше не позориться и не ставить его вообще. Правильно, правильно. Активирует Мом, есть Лоус оф Хест. И будет покупать Тима Штар. В очередной раз, ребята, из Би-би-би-си останавливают, оставляют... Ох ты, как с Элитюд-то под касками просел. 45 хп осталось. А вот тут почему-то растерялся Наташа. То есть он дал каски, он мог просто-напросто пойти и эту тучку сам дарить. И Сэлитюд бы отъехал. Он так касками подлодить, что-то, конечно, нужно уметь. Даггет появляется Закен Тауэр. Вот сейчас поактивнее будут играть ребята из Би-би-си. Вот такие вот Айс Бласты периодически залетают. Сразу же туда какие-то врывы должны быть. Но тут не по таймингу. Кстати, инкест-бомба. Ну, хорошо, что ребята из Би-би-си хотя бы на 14-й минуте уже обратили внимание на эту Медузу и сейчас будут делать какие-то попытки убийства этого героя. Ну, хотя бы нужно помешать ему спокойно фармить. Уже будет плюс. Нашелся братьев, но с тем временем по Дринью. С ними потусовался немножко. Ну, надо как бы и врываться, наверное. Куда-то так вот увидит Медузу, прыгивает наперед. Вот, Клинфест, пошел 2 ТП, Фессора, В-33-й прожал рейдж. И пытаются, видимо, уйти на Стампид. Айс Бласт на Фот. В общем-то... Да, поняли, поняли, что реакция ребята из Майндсенса. Это шикарная, оценили я, Би-би-си. Хотя там моментально оказываются рядом 3 персонажа возле Медузы. Такие врывы не пройдут. Такое только вот с ОЛРММ работает. Ну, не печалится. У нас В-33-й бежит дальше к чужим лесам. Кого-то хочет найти, есть Глоссов Хэст. И Пойнт Бустер у нас уже летит для Наташи. Ого, вот так вот. Не, ну мы уже до этого оценивали какой-нибудь неплохой был Нетворс для спорта от этого Капитана Комады Майндсенса. То есть сейчас летируем в плане суппорта. И покупайте Пойнт Бустер. Это такой намек, мягкий намек на Аганим. Ну, причем мы понимаем, да, что есть с чем кабинировать этот Аганимчик. Так, Тайдхантер здесь фармит Эншентов. Видите, это дело Леви. Леви может дать Айс Бласт, но Леви бы желательно поддержку какую-нибудь здесь оказать. Чтобы сделать 100% для трака, а не просто помешать. Сейчас он заходит с Челентачем. Айс Бласт. Ну-ка, Леви, давай. Хорошо, ты Ченсу. И еще одно. И на пассажок. Отлично, отлично все сделал Леви. Соло разобрался, еще можно всех крутых мобов забирать. Круто, просто круто. Там теория Ниндас Профит забирает себе с ковров мага. Да, Тайдхантер, по идее, здесь должен был быть Тайдхантер, да, вот среди всех этих клюточков, если ему комфортно дофармил и не терял свою жизнь. Но, видимо, Тайдхантеру не теперь не будет. А у Тайдхантера, возможно, будет еще какой-то агонит. Тайдхантера, он поднимает. В принципе, при такой игре можно и не постеснявшись купить себе Медас, еще не слишком поздно для саппорта. С Медасом будет покомфортнее агонитчик уфармивать, даже при тяжелой ситуации на карте. Why not? Так, ДП приносит себе Юл, ну вот он первый необходимый артефакт для этого персонажа. Тайдхантер пытается своего леса вынести себе Даггер, Медуза, появляется Ultimate Orp. Ну, пока по таймингу вроде идет, да, с учетом того, что есть промежуточные артефакты, типа Аквилы, Мэджик Ланда. Если бы этих артефактов не было, уже была бы Лиген Свера, мы это понимаем. Ну и пока и так неплохо идет. Ну и смок-атака от BBC. Есть Мистик Флэйр, есть Ханасфера, пытается скомбинировать свои способности, вот это вот Хаки плюс Солид Ют. Заходит по чужим лесам, кого они смогут найти, но могут найти Медузу, кстати, хватит ли дэмэджа, вопрос. Большой вопрос. Плюс ко всему там будет поддержка от своих тиммейтов. Хаки прыгивает, Ханасферочку двоих накрывает. Мистик Флэйр, Наташа большие проблемы, Наташу скрывают. Но теперь надо уйти. Или нет, в 33-й. Рэйдж, опен вансы на Лизарда. И в 33-й стоит. Бан Стоунгейз и умер. Ну еще в Юлд подняли аппарат, врывается под вене, пытается спасти. Давай, Тэдхантер, ультуй, реведжируй. Не прощай, унижай, доминируй, ну, властвуй, разделяй, ну. Ну что это такое? Получается. А там терение, ладно. Судагнал. Поверь, что не приговорят. Но в итоге размина тимм2, потеряли субпорта. Ребята из Майнцентин забрали субпорта и мидера, получается. Опять же, размен в пользу, ребята, из Майнцентин. Плюс ко всему еще и Тауэр выбирает. Да, пока такие выходки в исполнении АБС не работают. В плане каких-то внезапных атак под смоком. Или просто в чужой лес, дабы исполнить свою комбо-бомбу. Нет, конечно, работает. То есть вы делаете один фраг, вот только потом уйти и не особо получается. Плюс ко всему еще и реведж не тратили в этой драке. То есть у АБС могут быть проблемой и в ближайшие минуты тоже. Так, тут у нас летает Курьер. Курьер, поинт-бустер для Леви. Да, будет покупать себе все-таки Аганим. Очередные Айз-бласты. Ну вот сейчас хорошо, может включиться. Хорошо. Опять же, без продолжения. То есть когда Айз-бласты залетают хорошо, продолжение от команды Би-Би-Си нету. Ну, начинается какая-то интрига там от Би-Би-Си. Начинаются какие-то ганги, такая Айз-бласт сразу мимо. Как-то вот у них не очень получается. Ну и вот 33-й пытается выформить себе тем временем армлитов Мордига. А тут у нас под угрозой последний Т1 Тауэр в Би-Би-Си. На дефисе летит и Хаки. Хаки будет через 18 секунд хроносфера, но за эти 18 секунд скорее всего Тауэр уже будет потерян. То есть если не пытается себе в следующей атмосфере уже выформить Айз-бласт, то есть Глиф. Залетает Айз-бласт. Ну, это хорошо, Айз-бласт здорово. Прилетает Айз-бласт, когда прилетает Айз-бласт, под стампидом, фиссура отличная от Лизарда. Сен-сей встречает. Ох ты, упрыгивает как Хаки, посмотрите прямо из Рэвиджа. Но там Катки и Дэс-Вард залетят и не прощают. У Ливи тоже большие трудности. Бесслс Войт, переговорил, видим. Дэс-Профит, прорывает Скин-Тавер, Наташу. Начинает, продевается руки, Наташа не знает, чем заняться. Дэр может дать Катки какие-нибудь шикарные. Вот тут колл-фит, да, без шансов. Мы 1 в 3, в итоге неплохо разменялись в BBC. Знаете, просто сейчас плюют в лицо, ребята, из Глебетей, Тайт-Хантеру, потому что Тайт-Хантер сколько раз давал Рэвидж, все время как-то неудачно. В тот раз Найкса не зацепил, в этот раз Войт перепрыгнул весь Рэвидж. Может, видели этот мул, да? Отсюда просто Рэвидж кастовывается, он пешком летит сюда, и Рэвидж мимо. Это было круто. В итоге замес выиграют ребята из Глебетей. Графики смотрим, Майн Сенте перейдя на 3000, Вэкспер, перейдя BBC на 1000, честно, дальше. Ну и сразу пытаются реализовать выигранный файт путем снос Т1 Тауэром. Так, 2 ТП, Тауэр давать не хотят, приходит у нас Милан, приходит Аташа. Рядом стоял у нас Тайт-Хантер, но без Рэвидж он мало на что способен. Но просто опять же, как он контрить Хаки. Хаки пытается уйти, это нагло, это было очень наглое ТП. Нет, теперь у него маны, подняли вью, ох ты, Аслэм. Какой же тайминг исполнили, Майн Сеймси. Тайт, найдет меня. Теоргий. Ну, благо, все равно, дэмбл заплатил и разорвали Пойда. Ну, тут Войд сам был, очевидно, неправ. Так, вот стоять, дэмбл сделает ТП. Такое себе решение, в 33-й по трейдеру, теперь не забирает Тауэр. Пытается уйти, настреливает его с массаж Мунара, очень больно стрелять в 33-й, кстати. Пошел Снэйк, Абуз Арблета. Снэйк, чем бы сейчас внезапно таким накрыть? Ультом Зевса, например, есть? Оп, папы. Ну, и пошел экзорцизм от Милана. Так, ну, надо бы как-то вот это дело, наверное, подконтрить. Вот Айс Пласс залетит-то неплохо, по-троим, а продолженица, где? Где продолженица, где? Смотрим, не видим никого рядышком. Вот он, вот он по адрене устремляется туда, но нет стампида. Хаки, вот Хроносфера имеет, далековат он находится, но, правда, здесь все-таки Майнсэнити испугались. Возможно, вырывы страны противника, решили отойти из Маши с Бунара, имея Легенсферу, уже может, в принципе, немножечко вытанковывать. Ну, не так уж прямо, чтобы очень сильно, но в целом умеет. Стампид пошел под Риню, врывается Хаки, Хроносферка по одному только ЕС, очень хорошая Хроносфера, Стоунгейз. Залетает реверс, это раскасается всех, Хаки под Десвартом, очень больно, потому что Мом активировал зря. Смаш из Мунара, переживает Мистик Плеер, вытрясите у него вгрызает, Сиджа Смэш, мотает демо, может свести Медузу, 1-2, пока размена. Айс Блаз залетает, минус 2, уже Айс Блаз хороший, между прочим. Паркан болтами гонит, у нас все временем Селик Кьют, минус 3, ну и Тайт Хантер, айс Блаз пережил. Да, в итоге не очень хорошая драка от Майн Сенти получилась. Так, ооо, это зря, ну, в принципе, может быть и не зря, эти батины разменялись. Пытается добить у нас все временем Найксмид с Кентавром Рошана, Милан. Жестко, на самом деле, за себя загрел сейчас, и, в результате, будет спокойно умирать. Это было зря, это было точно зря. Ну, Рошана, в любом случае, отвоевали, ребята, из Майн Сенти, так что здесь непонятно. Смотрим на батллок, пятеро убил, ребята, из Майн Сенти. Шесть тысяч опыта получили в BBC, две триста получили опыта в Майн Сенти, разница получается в 2700. Ну, в целом, даже в 3700. Неплохо, неплохо для BBC. Ну, и по золоту будем, две тысячи денег плюс, плюс отняли у противника 700 монет. То есть, две семьсот разницы нам, неплохо. Больше всех урона у нас нанес. Найкс, что интересно, да, включенный аромли, и так далее, инфесты, рейджи, опенбанцы, фызы. Все прям бруизал, качественный дэмэдж внес. Второе место деткинтавра. Здесь у нас больше всех дэспрофит, я бы что несла. Интересно. Так, поэтому мы сейчас поняли в Майн Сенти, что, как бы, Медуза, это хорошо, но не совсем пока. Пока не совсем, и чтобы быть совсем, надо еще поформить. Один слот, это пока маловато. Эллидан учился собирать четыре слота, а уже потом идти и не чувствовать противника один в пять. Четвертым слотом два рапира, поскольку я помню. Что у Змаши из Бунара все впереди. Надо бы вот просто-просто сейчас углубиться немножечко по. Забирает Трошану сетки Майн Сенти. Пытается ли в очередной раз ББС помешать этому процессу? Так, врывается. Хаки. Перепрыгнул. Есть у него хроносфериков. Юрчик его подняли. Нужно Саленс по таймингу добавить. Вот она, пенсурка. И съедать, съедать родного подмомчиком. Хаки, хорошо. Хорошо ведь вошел. Качественно. Чего же противнику просто кайекист отдавать? Надо еще и себя отдать. Что-то прям чувствовалось доминация. Так, тверением. Опа. Падриньо. Бест блинк эво. Продемонстрировал у нас оффлейнер команды ББС. Бесполучно помирать. Выходит наш В3-3. Мистик Бэйер идет в никуда. Пытается скрыть из кого-то. Связать мечт, он работает с бастом. И кончается рейдж, поэтому нужно уходить. Залетает Мистик Снэйк. О, куда зашел Татхантер? Рыбокш не дает. Бесполучно помирать. Потому что происходит на Берли. У нас трипл килл уже делает Милан. Крипсмор мы заезжают. Нет, Татхантер, конечно, это чудо. Вы знаете, вот я сейчас понял, почему он дается. Потому что у него Татхай минус мораль. Вот первый реведж, который он давал, противник просто плевал на его реведжи. А сейчас он бегает, как бы, вот, и думает, как бы не ошибиться. Так вот, мандраж начинается в руках, да? То есть, ты боишься теперь лишнее нажатие по клавиатуре сделать. Потому что, блин, опять может не сработать, ты можешь нафейлить. Так сейчас и произошло. Он вроде залетел. Вроде, айт, реведж не дал и погиб. Фиаско. Бывает, бывает. 17.15 счет, 25-ая минута встречи подходит к концу. Смотрим топовый Нетворс у ребят из Майндсэнити. По общим графикам 0, просто 0. На 25-ой минуте мы начинаем с самого-самого начала эту игру. И по XP есть преимущество в BBC, но 2500. Сами понимаете, это не преимущество. Это так. О, посмотрите, он идет! Паша, тем временем, есть Найкса. Ну, в 33-ти потихонечку свои артефакты-то ввозят. Спатинг-канатворс, среди своей команды. Соло-мидер, между прочим. Патрини решил купить талисманов Эвэйшни. Это будет Хелберт. Хелберт против Медузы, насколько я понимаю, да? Чтоб не билось в руке. Так, Юльчик подняли. Патрини успел прожать стампит. Не самый качественный сайленс был в исполнении Милана. Но есть Тротофатоз. Залетает Хаки. Момчик прожал. Стоунглейс. У Хаки могут быть проблемы. Пока нормально. Пока пытается уйти. Таймбол кулдауне. Ловит каски. Допить надо. Врывается. С населением инфест-бомба в исполнении Кентавра. И Найкс разрывает одного. Сажали также меч доктора. Ну и теперь осталась одна Медуза. Ой-ей. Смотри, не 26 хп. Эх, Челентач сверху. Бить смаж из Бумнаром. Оно уже не осталось. Можно теперь выгрызать его полностью. Там Тренинг Кентавра убил Еса. Ну и здесь потерялись. На самом деле сейчас второй раз могут убить. Ой, Чайз Бласт. И Тайдхантер идет. Бедняжка Тайдхантер вообще ничего не может сделать. Его просто один. С ковров маг гоняет. И в итоге один в четыре. Опять же, как-то не так получилось хорошо. Майн Сейнтик хотелось бы. Мне кажется, просто они очень рано начинают боевать. Вот слишком рано. Но у вас есть, ребят, Медуза. У него только одна Легендсвера. Еле-еле я же у тебя насобиралась в последние минуты 14. Дайте ей фарм. Дайте просто пофармить. Все. Играйте по системе 4 плюс 1. Это же рабочая система. Потом эта Медуза расскажет. И Найк со всяким, и воидом, что нужно делать в этой игре. Но не сейчас. It's not time yet. Пока-пока непонятно. Немножечко преимущества получились и BBC. По киллам они вышли на 5 фрагов, видим, вперед. Но есть преимущества по Нетворцу и по Экспириенсу, полученному на команду. Но пока, опять же, незначительное преимущество, поэтому вполне играбельно. Фьесов очень какой-нибудь дегерочек, конечно, прикупить. Ну, ему тяжеловато врываться. Вот там всякие хроносферы ставятся. Сайленсы есть, рейджи есть тоже, опять же. Пробуй, удачный момент выбери для того, чтобы хорошо войти. Так что дегер, даже если он соберет, все равно будет трудно. Вот, например, сейчас трудно Тайтхантеру. Вроде бы дегер есть, а варваться нормально не нужно. Все время какие-то неприятности с ним происходят. Вот, аппарат уже появляется, аганил. Здесь, кстати, очень неплохо леви. 5-3-10, между прочим, не очень-то сильно он нафидел. Но топовый артефакт, который позволяет ему выйти в лейп, он собрал. Видите, артефакт лейтовый. И в замесах это очень поможет, особенно против Медузы. Накрыть таким эффектом. На 17 секунд целых. Медузу вряд ли что спасет. Найкс нас гиперстоун, 1200 монет. Дальше пошел в Керасу, судя по всему, в 33. Немножечко пресновилась эта игра, приутихла. Патите больше пока никто не хочет. Вой, кстати, решил купить себе аганим. Ну да, он не стал идти такого супер-дд воиду, он решил такого полу-суппорщего воиду выйти. Почащих хроносверки в замесах давать, там как-то помогать своим ребятам выдавать свой упрокаст. Ну, в принципе, тоже вариант неплохой, но я все-таки больше люблю воиду, который бьет с руки и изничтожает. То есть я больше предпочел бы здесь покупку какого-то БКБ, дальше бы ел Нира, но я кого-нибудь там доедался. Было бы круто. Хотя я не спорю, что именно в этой карте хроносвера, может быть, даже улучшенная будет покруче. Нежели БКБ или что-то еще. Ультиматор, в теории, не мусмаш из Бунара. На фарме, думаю, клещем замес. Уже себе манта стайл будет. Второй артефакт. Ну, второй артефакт на 30-й минуте у Медузы, которая имела просто превосходнейший фарм в начале игры. Это не дело. Это очень-очень слабо. Ребят, хватит тайда обижать. Ребят, я его не обижаю. Я искренне за него болею. Я понимаю, насколько ему тяжело. В моральном плане особенно. Это то же самое, что ты в воидов прыгаешь пару раз в фунасферы. Там не попал тебе, не смаш из Бунара. О, паст, он гейс. А это бласт. Прям вот айт бласт. Пастайл вас, то есть просто бежанцы. То инвестор может брать по 33. Не, ну фармить, конечно, тоже уметь надо. То есть вот в данной ситуации тебе не нужно было идти вот отсюда, вот сюда. Тебе нужно было дойти вот отсюда и сделать ТП вот сюда. Потому что вот здесь уже зашли крипы. И тогда было бы круто. А так не круто. Сейчас потеряли Медузу. 49 секунд этого времени хватает, чтобы забрать Тайдентал. Ты хоть закончу мысль. Это то же самое, что играя на Войде. Ты вроде бы тоже готов. У тебя быстрые артефакты хорошие. Но ты врываешься, ставишь шармасферу. А из нее там полсекунды назад попал и прыгнул уже, например. Ну или какой-то антимак, или кто-то еще. И ты так раз, два, три подставляешься, и ты уже начинаешь нервничать. Тебе уже тяжело. Ты уже нормально не можешь заехать. Это уже себя пересильно. Теперь они оба Адзиспроек получают очень-очень-очень с такой стан, который можно было, в принципе, с эвейдить. С Юлом, но убралась Nighthunter Night Ravage. И ясер скастовал. Скинтавр даже не забирает. Мы видим, и в 33-й просто вгрызается от Nighthunter. Забирает его. Это уже минус 3. Ну и здесь будут остальные тоже пассы. Вот эффекта Night Blast. Минус 4, но и Лизард отстанивается не того, в кого нужно. И тоже умирает. Минус 5 делают ребята из Falcon Bears. Да, ну, тут, конечно... Сперва Медуза померла. То есть 4 на 5 уже, по сути, драме. Ты драк, это было сложно назвать. Это опять же тот момент. Остаточно интересно им. Вот, скинтавр без даггера просто зашел к Death Prophet и Далстан. А у нее Еулы там, у нее Саленсы. То есть, ну, можно было так делать. Все уедите. Не среагировал немножечко у нас, Death Prophet не ожидал. Бывает. И в итоге сейчас достаточно неплохой буст получают ребята из Balcon and Beers. Мы помним два последних их файта, которые они выиграли. И вот эти два файта дают преимущество уже порядка в 9 тысяч по деньгам. По XP... 15 тысяч по XP. Воу-воу-воу. Это же уровни. Это же уровни жестокие. Раз, ребята, 17. Кримсон Гуардс обалдеться кентавр с топом. Говорите, как для него? Где я? Вот, хочу посмотреть уровень героя. Ну, вот, да. Два восемнадцатых уже есть. Там топа восемнадцатый. Ну, и суппорты. Девятый, двенадцатый. Четыринадцатый от Хантера. Тут минимально тринадцатый уровень. То есть, вы понимаете. Разница существенная. Так, у нас тут что-то намечается. Как-то и фест-бомба. О, двоих их можно подловить. И ловить этих двоих. Боже. Просто, как будто за ручку шли здесь вместе. Если Death Profit и кентавру с Найксом, это только и нужно было. Майнд Сенте немножечко, немножечко подстались, я вижу. Девятый, двоих их не совершают. Ну, и теряют добра за товорочками. Героев за героями. Ну, и BBC долго не думает заходить на хайграу. Так, Медуза купился. Монт остал. Ну, 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 ну. Троносфера. Мистик Туэр сдул все иллюзии. Рейджистан, кентавра. Ты, Медуза. Ну, если бьют тебя пятеро, то... Медуза будет штатом. Ну, и что-то типа того. Так, у нас Францовка в Рафмагрис немножко загулял. Дается, плюс Войда тоже кто-то убивает. А, это мечтал про своими. С МТ с Вардом приговорил. Ну, в целом, неплохо. Так, Айс Блаза летает. Накрыл Иес. Айт Ханта только эффектом задела. Ну, в моем случае, отбивается Майнд Сенте. Пока отбиваются. Как говорят, еще не все потеряно. Вот и Крипсон Гуард, гляда. Тавра. Книмчик, Фастлос Войт. Мома, Штром, ничего нового не появляется. Кираса Баша, 3000 денег у ТВ-33. Плюс армей, Драма Фэнджеранс, ФСИ и ТП. Левел 20. И плюс жажда крови. Вот, здесь бы тагер не помешал, на самом деле. Хоп, порваться у них просто. Ну, видят они. Прекрасно видят у них. Вот эти читерские просто варды стоят. Которые позволяют ему им нон-стоп гангать. Вот, айс Блаз. Капам. Опа, Тэгхантер хорош. Замикрил. Увидел. Ну, судя по всему, по мини-карте палил или как-то еще. Тагер аут. Неплохо, неплохо. Давно бы здесь ребятам из Майндсэнти, конечно, дергать. Нет, я не знаю, какие-то центришники. Вот, 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 как они в центри летят. Лизард запотел. В центри воткнул. Так, вот этот вот центри не очень точно. Не очень удачно. Здесь должно быть хорошо. Ну, один вард нашли. В случае ключевой вард вот здесь. Вот этот вот он стоит. Он палит передвижение Майндсэнти. Вот к Эншиндам, к Рошану. Выход в мидл линию. Этот вард нужно в первоочередном порядке, конечно, ломать. Еще два-сам-три варда. Так. Или сюда. Сюда и не надо. Смог поражали, но палитный Смог. Нет, нет, не угадал Лизард. Не угадал расположение варда противника. И сейчас этот вот Смог, он палитный очень. Разбегаются, конечно же, в BBC все прекрасно понимают. Думали, возможно, что у Рошана пошли. Нет, там на топ-лейн перетяжка идет. Тот спрятался по дрене, ему влазить нельзя. Накрывает его здесь уже Милан, ждет. Отлично. Спрятался куда-то. Текстурки. Сейчас уже выйдут. Вот он выходит из Инвиза у нас в Майндсэнити. Так, по дрене. Прям рядышком с ним крутятся противники. Вы посмотрите, такое ощущение, что чует его. И стампит пошел. Ооо, здесь нашел по дрене. Ух, сколько здесь ребят. Стамп даже сделать не снимает. Ловит Саленс. Есть Стоунгеймс, Фиссура, Экзорцизм. Вот какой толстый тут под Риньо. Хроносверка накрывает своего кентавра. Он просто-напросто его продался. Хакин жесткий парень. Он пошел, поставил хроносверу так, чтобы наверняка кентавра приговорить. Чтобы не мучился. Так, ну Хакин достался без хроносверы. Таким разворотик, какая-то драка начинается. Мистик Флэр, Фиссуры. Не, надо сейчас в BBC переждать. Потому что можно его точно серьезно нафелить. Вот как ты сейчас, например, с Кавров Макс сделал. Просто развернулся и погиб. О, еще и Найксы подняли пьюл. Успевает Рейдж Прайд 233. На развороте Наташу кушу ручкам. Фиссуры, конечно, отлично окрасаются в Майнсэнде. Короче, BBC сейчас тоже очень-очень-очень интересный. Мы его просмотрировали. Ну, посмотрите. За два фрага. Просто за два фрага 6600 эксп. И разница 3400 денег. Даже 3500. Плюс Тауэр. Не, ошибаться здесь нельзя. Даже если вы выигрываете 15000, ребят, вот не только не такие фейлы. То есть, сейчас реально это был какой-то хайлайт от Майнсэнде. Это просто был фейл стороны BBC. Ну, этот хроносвер, наверное, думаю, в легендарный хроносвер хаки войдет. Потому что так элитно ворвался, только он. Было круто. Мне понравилось. Так. Пошли. Возвращайте наморованные ребята из BBC. Поблачили отнять у Рошана впервые. Кстати, отъявлялся, пока здесь стоял. Забивали на него. Так, и успеют ли прочекать Майнсэнде? Отправляет сюда иллюзию. Иллюзия у нас дошла только до Эншентов. Ну, кстати, по всему, драться в Майнсэнде не готовы. Ну, Рэвиджа нет, да, тут. Медуза 2800 хочет себе еще какой-то артефакт, если еще замес выформить. Хотя должна была уже к этому времени четвертый артефакт формить, в общем-то. Который артефакт формить. Она по нотворцу даже на Экс уже проигрывает, конечно, это кашпан. Обисел Бейт просто в А33-й не оставляет никаких байбэ. Стампейд пошел, врывается Кентавр. В Медузу ворвался. Эйз-класс будет залетать. Тоже опять же вазу только Медузу, но расстреливают ее. Кримсон Гуард Пайп. Есть фессуар не очень удачный, Хантер походит. В 33-й, Линку сбил, но под авансами залетают на Милана. Разорвали через Абисел Блейд, ставят себе Смарт. Средник и новостей Десмарт получился. Таташа у нас получает проказ с Ковр от Мага тоже помирает. И разводит BBC, просто разводит оппонента. Рэвидж на сипор нету. Гризни... Вот, это хорошая холосфера, очень хорошая холосфера. Только у нас хакер остерялся, не знает кого бить, че ты бегаешь туда-сюда. Ладно, заходит у нас Кентавр. Эхо-слэмчики, вот он Рэвидж, чтобы в 33-й уже, конечно, оказался в то время пройдя. Потому что что? Потому что в 33-й шарик. Ну и делает дабл-кил, Генгод Лайк, минус 5 очередные от BBC. Ну и это... Ну это еще не снос стороны. Нет, крепочки по даль находятся. Скорее всего не успеет всю сторону поломать, хотя... Это непонятно. Будущий клик фортификейшн есть. Нет, скорее всего не получится. Хотя очень хочется. Дайер's Meeple Tower is under attack. Дайер's Meeple Tower is under attack. Так. Хантер, байбек. Ну а теперь на рэ... А, ну, это рэвидж он трансфер, точно. Теперь нету. К сожалению, это бесполезный байбек, пол. Вот тот вот на самый бесполезный, что можно было придумать. Бараки, по-это, делал не от Дэффа у нас, Тайтхантер. Ну и тут стой. Милана решил на эсморваться. Юрчик очень вовремя. До конца детва 33-я. А Егис хочет слить. Благополучно сливает. Ну и, скорее всего, он сейчас еще и своих тиммейтер сольет таким образом. У нас медли под контроль 23-го. Рэвиджирует. Рэвиджирует, точнее. Смотрите, просто в пешочек он убежал, что ли? О, паш, первый удар. Нарут, фотос. В 33-й вгрызает, Тайтхантер, Энша, Смэш. Бьет, Найк, ну, вот здесь. Ну, того побил, этого побил. Главное, что просто можно было отжираться. Ну и просто Афу спасает, Энша. Солитют. Да, какой-то Найкс неподъемный получается. Совсем уж. Хотя током на ХП у него архивактов-то и нету. Броне 30-ник, это да. Арминет на Мабусь, это, конечно, тоже плохо. Но при этом Тараски нет. Прямо появится сейчас Тараска, конечно, как убивать, вообще будет непонятно. Ну что, 40 минут мы уже преодолели эту временную преграду. Пока все складывается более чем удачно в первой карте для ребят из BBC. Преимущество составляет уже порядка 18 тысяч по деньгам. По ХП больше 20. Что, в принципе, должно им было бы гарантировать какую-то стопроцентную победу. Но нет, 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 нет. Пока мы не смеем делать такие заявления резкие. Потому что все может еще перевернуться. 3-300 у нас Медуза. Звездочка команды Майнсент. Конечно, надежда теперь только на нее. Так, и где артефакты? Так пока нет. Наикс уже подумает о своем четвертом хорошем артефакте. В каком пока не совсем понятно, но... Что-то может пригодиться. Ну, Тарасочка, как вариант, что просто поплотнее, пожирнее быть. Какой-то артефакт в демедж, я не знаю, чтобы пробивать быстрее то же самое Медузу, что-то типа МКБ, как стались, непонятно. Вот, Метеллхаммер. Дезолятор решился купить, но почему бы и нет. Да, артефакт на демедж. В целом, еще и для дальнейшего пуша, может быть, тоже поможет, да, то есть, ну, и бараки там, может, быстрее будет сносить. По это дело, что не из-за этого убрался дезолятор, но, тем не менее, как плюс. Выигранный замес и больше шансов, чтобы успеть сторону свести, например. Ну, может уже В-33 купить себе полноценный изолятор, но пока, видимо, оставляет себе денежки, то есть, мало ли что. А, да, да, так, так штуки надо. Фью, вы подняли. Вот из таких ситуаций, например, сами замокрыли, рейдж, госкептор, пайп пошел, стон кейс. И В-33 фиссуру получает экзорцизм, нужно как-то спасать. Инфестом спасает, из-подриня своего тиммейта, и бежать теперь надо. Так, ну этого парня тоже сложно пробивать. Мансует у нас Падриньо. Подтягивается у нас, тем временем, Леви. Где же, где же Хаки? Вот Хаки ждем. Хаки должен уже успевать, помочь своим тиммейтам. Хорошенькой хроносферкой. Падриньо, живи! Падриньо, эхо-слэм! Отстанивается еще! Да ладно, выбирает ТОК, размен на Найкса, тем временем, размен, точнее, на Дэкхантера. Да, ворвов, тут Хаки ворвов. Вот он, хорошая хроносферочка. Наташу нужно выбирать, потому что с Брилли. Теперь Милан из Маши с Бунара. Медуза справляет, видимо, на сладкое. Абиссел Плейт пошел к 33-го. И закрытый. Черный минус 5. Трипл килл Байва 33 и... И думал я, что последует КГВП, но нет, Майн Центе еще не пишет другая. Кстати, судя по всему, это третий тимбайп по исполнению Майн Центе за эту игру. С чем их можем, конечно же, эти горики-то пострадать. Майн Центе за эту игру. Майн Центе за эту игру. Не получается, но... Страшно. Майн Центе за эту игру. Там теряли грибы с Гризли. Я так понимаю, оранжевый барак. Смаш из Бунара после байпэка. Пробивает его, пашет. Накидывают. И в итоге разорвали. Ну вот теперь уже точно можно с ЛГГ. Полторы минутки без Медузы. Т-33 у нас тут что-то... ТП-шку. Прожало, чтобы слово освободилось. Ну и какая пишет, что Асмаш из Бунара. 1-0 в польской Би-Си. В этой встрече, в этом матче они начинают вести. Пусть у нас коротенькая пауза, после которой мы с вами вернемся на карту по номерам 2. Посмотрим, хватит ли силенок у Майн Центе. Все-таки отжарит одно, а может быть две каточки. Это мы узнаем уже в ближайшее время. Еще раз, ребят, напоминаю, это The Summit. У нас европейская квалификация, у нас четверть финала идет. Следовательно будет полуфинал с участием Лайонса против победителя этой пары. Так что все самое интересное еще впереди. Далеко, никуда не уходите. Старландрадим наш канал, немножечко музыки и вернемся в прямой эфир.